Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт, и я продолжаю показ персонажей в игре Лего Марвел Супер Хирос, и сегодня мне будет помогать замечательный Стэн Ли. Вот он, под осьминогом стоит. Замечательнейший. И вы видите, что у меня Доктор Осьминог, да зачем же он? Мы будем обозревать Доктора Осьминога? Нет, скажу я вам, ну, хотя вы, наверное, и по названию догадались, что это зловещая шестерка. Одни из самых крутых злодеев собрались в этой команде, и поэтому я решил ее выбрать для сегодняшнего показа. Первым у нас будет Доктор Осьминог. Я выбрал вот такую Ultimate версию. Версию. Почему-то я очень странно произнес версию. Вот такую вот Ultimate версию. Есть еще, конечно, другая. Давайте я вам покажу ее. Вот такая вот. Здесь мне не очень нравится их прическа, он немножко забавно выглядит, хотя здесь он больше похож на какого-то Боттана, да? Кем он, кстати, и является. Вот почему он Доктор. Ну, я думаю, вы это уже знаете. Давайте выберем, ага, вот эту версию. Здесь он такой более пафосный, брутальный. Угу. И давайте я немножко расскажу вообще о зловещей шестерке, о персонажах, о участниках, и о истории, ну, чуть-чуть о каждом. Вот так. Вообще, зловещая шестерка появилась еще очень давно в комиксах, и по ней, кстати, будут снимать фильм. В 2016 году он выйдет. Так что, если вам понравился второй Человек-паук, то обязательно стоит пойти, там много всего интересного будет. И представляете, 6 суперзлодеев против одного Человека-паука. Я думаю, это будет вообще бомбой. И создав эту первую зловещую шестерку, создал Доктор Осьминог, чтобы победить, естественно, Человека-паука. Потому что он, ну, совсем уж ненавидит паука, он ему никак не нравится. Хотя я даже, если честно, не знаю, почему он его ненавидит, да? Как бы, такого особого повода и нет. Давайте немножко окунем... окунемся. Окунемся в детство Доктора Осьминога. Раньше, в детстве, он был... Хорошо... он был ботаном. Он отлично учился, хотя его отец, он говорил, что, мол, чувак, ты не должен так хорошо учиться. Давай, если на тебя нападают хулиганы, ты должен от них отбиваться, ты должен быть крутым парнем. Но он как-то на это забивал даже, что на него нападали хулиганы, что отбирали у него деньги. Он сосредоточился на учебе и, наверное, правильно сделал, потому что он стал очень крутым злодеем. И в итоге, наверное, может своровать себе любые деньги и любую славу получить, да? Он стал доктором, потом уже преподавал в университете, где, кстати, по... Ну, я это помню по фильму, преподавал у Человека-паука, он же Питер Паркер, да? И почему-то его потом не взлюбил. И когда он стал доктором, он создал вот такие замечательные щупальца, но сначала они крепились просто поясом, обычным поясом. Но после радиоактивного взрыва они каким-то образом прилепились к телу доктора Отто Октавиуса, доктора Сминога. И он так и остался с этими щупальцами. И воздействие этого радиоактивного взрыва, они помогли ему управлять этими щупальцами просто мыслями. То есть он создал какую-то систему, с помощью которой можно было, знаете, подключать датчики и как-то считывать всю эту информацию из головы и управлять, да? Но потом это все уже было не нужно. С помощью мыслей он все это смог сделать и решил стать супер-пупер-злодеем и уничтожить Человека-паука. Вот такая вот банальная, скажем так, история. Но все-таки я думаю, что это один из самых крутых супер-злодеев, потому что он просто крут, он просто крут. Доктор Сминог мне всегда нравился. Давайте перейдем к следующим. И следующим у нас будет, конечно же, Зеленый Гоблин. Вообще, куда без Зеленого Гоблина? Это, наверное, самый долгоиграющий противник Человека-паука. Так, давай спустись. Спустись со словом глайдера. Ну как это сделать? О, черт, бомбочки полетели. Эй, не разгроми здесь ничего. Окей, мы спустились. Вот так он выглядит в этой игре. Просто, наверное, 10 из 10. Очень круто. Очень-очень круто он прорисован в этой игрушке. Смотрите. И даже у него здесь есть такая сумочка филе этого с бомбочками. Ну-ка, давай. Так, он может кидать бомбы. Превращаться он ни в кого не может. И давайте я немножко расскажу о его истории. Хотя, наверное, все знают, кто такой Зеленый Гоблин. Первым Зеленым Гоблином стал Норман Осборн. Он же отец Гарри Осборна, который был другом Питера Паркера в школе. И стал он Зеленым Гоблином очень просто. Он вколол себе сам. Вколол себе сыворотку ОС. Кажется, так она называлась. И он стал суперсильным. Но, правда, были какие-то побочные эффекты, которые... Сначала просто он стал немножко уродливым, да. Хотя он получил просто огромнейшую силу. Он-то мог чуть ли не 50 тонн поднимать. Ну, вы сами представьте. 50, черт, тонн. Это очень круто. И он стал, наверное, сильнее Человека-паука. Потому что я не думаю, что Человек-паук может поднять 50 тонн. Он и ловкость, и выносливость получил. Но были побочные эффекты. Потом этот... Эта сыворотка просто его разум смутила. И все. Он стал сумасшедшим. Наглухо отбитым. Вот. И... Да. Начал выдумывать всякие крутые штуки. Типа вот этих тыквенных бомбочек. И стал злодеем... Стал противником Человека-паука. Опять же, я не особо помню почему. Почему он стал... Наверное, просто ему захотелось кровь Человека-паука. Что же еще нужно Человеку-пауку? Ничего. Или просто, знаете, развлечь. Это, знаете, как старым бабушкам. Хочется до кого-нибудь докопаться, когда они сидят. И им скучно на лавочках. Они до кого-нибудь докапываются. И также, наверное, со многими суперзлодеями. Вот. Он стал, наверное, вторым, я думаю, участником. Хотя нет, подождите. По-моему, его в первой Зловещей Шестерке не было. Но в фильме, который выйдет в 2016 году, я уверен, что он появится. И вообще, сегодня я буду показывать персонажей, которые, наверное, на 100% появятся в фильме 2016 года. Я уже так посмотрел, да, какие-то факты, какие-то картиночки. Как-то сам все это дело сопоставил и получил, наверное, уже Зловещую Шестерку 2016 года. Вот. Давайте перейдем к следующему персонажу. Он у нас будет Крейвен Охотник. Сергей Кравинов вас приветствует. Вот такой вот замечательный здесь Крейвен Охотник. Вообще, я его увидел только, когда начал искать эту Зловещую Шестерку в игре. Как-то я, не знаю, не пробовал даже его найти. Хотя он просто великолепен здесь. Хотя в The Amazing Spider-Man 2 он мне понравился намного больше. Там вообще просто бруталити, бруталити. Так, ну и здесь у него есть его копье. Кстати, как я узнал, что он будет в Зловещей Шестерке 2016 года? Уже немножко запинаюсь. Я смотрел фотки, и там была еще фотография другого персонажа, которую я покажу позже. И фотография копья. Там был наконечник копья. И я подумал, какой же суперзлодей в Марвеле ходит с копьем. Я так подумал, подумал и вспомнил, что есть же охотник, замечательный охотник Сергей Кравинов. Он же Крейвен Охотник, да. Давайте немножко о нем расскажу. Значит, это наш, можно сказать, земляк. Он родился в СССР. Сергей Кравинов. И он был любителем охоты. Да, он и сейчас как бы любитель охоты. Вот. У него хоть есть какая-то, знаете, цель. У него есть стимул. Он хочет поймать Человека-паука для того, чтобы стать, наверное, самым крутым охотником в мире. Потому что ни у кого нет такого трофея. Человек-паук. Супер-герой и супер-пупер-мутант. Человек-паук, поэтому он хочет его поймать и в свою коллекцию поместить. Вот зачем он хочет. Не знаете, не то чтобы там, я хочу убить Человека-паука, потому что он, потому что он крутой. А я не крутой, я супер-злодей. Поэтому я хочу его убить. Нет, у него есть какая-то цель, и за это его можно уже уважать. Больше я про него так сильно не знаю. Помню еще что-то про Африку, но это я в каком-то комиксе читал. И, честно говоря, уже смутно помню. Поэтому лучше вам рассказывать не буду. Но если вы смотрели мое прохождение The Amazing Spider-Man 2, то вы знаете об этом персонаже чуть больше, чем обычно. Способности в игре у него есть такие. Значит, у него есть чутье, конечно же, раз он охотник. И он еще может метать вот такой вот якорь или что-то. Ну, цепляться, в общем-то, за что-то, да, как Бэтмен. Но почему-то здесь ни во что попасть я не могу. А ну-ка давайте попробуем побить Стэн Али. Стэн, извини. Но придется немножко на тебе потренироваться. Да, копье у него замечательное. Я думаю, что он тоже появится в 2016 году. Так что, если это видео, знаете, станет каким-то ванговским, и я все это пророчу сейчас, это будет очень круто. Потому что люди будут искать про зловещую шестерку. И я в 2014 году уже знал, кто же появится в фильме 2016 года. Вот такой я пророк. Ну что, перейдем к следующему персонажу. Магия. И добро пожаловать в гости к Мистерио. А Мистерио я тоже узнал, ну, что он появится в новом фильме, я узнал тоже по фотке. Там было две фотки. Фотка копья и фотка шлема Мистерио. Ну, с Мистерио было все понятно, а с Крэвеном немножко нужно было подумать, кто еще ходит с копьем. Давайте немножко расскажу о Мистерио вообще, кто он такой. Потому что, если честно, я о нем не знал раньше. Только недавно узнал вообще, как он появился и кто он такой на самом деле. Я думал, что это какой-то маг. Но на самом деле он раньше работал голливудским каким-то режиссером, продюсером, да. И очень хорошо разбирался во всех этих иллюзиях, спецэффектах, да. Вообще. Ну, Майкл Бэй, да. Чертов Майкл Бэй. Вот. Но потом он решил, его, по-моему, кажется, или выгнали, или что-то, в общем, плохое случилось. Сейчас не буду врать, не буду говорить, что точно так и было, но что-то подобное случилось. В общем, закрыли ему карьеру в Голливуде. И он решил как-то подзаработать на своих спецэффектах. Он решил, что если он будет суперзлодеем, то он будет и более знаменит, и больше денег может получать. Да, просто своровал в банке и ушел. И он хорошо знал спецэффекты, поэтому решил, что это у него легко получится. И после этого он вступил, кажется, в зловещую шестерку сразу же, к доктору Осьминогу. И они уже погнали драться с Человеком-пауком. Вот такой вот загадочный персонаж. Он мне очень нравился всегда, его стиль нравился. И вот даже здесь, в этой игре, у него очень такой классный дымок. Да, вот смотрите, фиолетовый просто замечательно сделали. По-моему, ни у одного персонажа в этой игре нет вот такого вот эффекта. Круто, очень круто выглядит. Если бы, знаете, еще шлем подсвечивался как-нибудь, какие-нибудь узоры были на шлеме, было бы еще круче. В сто раз. Ну что, перейдем к следующему персонажу, потому что об этих персонажах я очень мало знаю. Они не очень-то и популярны, хотя мне они безумно нравятся. Носорог крушить! И следующий у нас носорог, он же Рина. И я думаю, что все вы его знаете, даже если вы не знакомы с комиксами, то наверняка вы ходили на фильм про Новый Человек-паук 2, и где он был, кстати. Но у него там был немножко другой костюм. И расскажу немножко об этом персонаже. Опять же, это наш земляк. Ребят, сколько земляков? Его звали Алексей. Сейчас, правда, подзабыл его фамилию. Как-то, как-то на S кажется. Подзабыл его фамилию. Извините, пожалуйста, подзабыл фамилию, но это наш земляк Алексей его зовут. И заметьте, сколько в Марвеле очень много русских персонажей. Это круто. Это круто. Когда ты читаешь, и персонажа твоего, например, любимого суперзлодея зовут русским именем, то ты так... Эх, есть чем гордиться. Ну, согласитесь, приятно. Очень приятно. В общем, Алексей это, знаете, что-то вроде Халка, но в костюме. Потому что первым носорогом стал Алексей. Потом были еще, по-моему, другие люди. Но я расскажу именно о нем. Его сначала правительство хотело использовать, чтобы поймать, по-моему, Человека-паука, да? По-моему, так и было. Почему-то я все время путаюсь. Почему-то я все время путаюсь. Они его гамма-лучами, да, облучили. Если так можно сказать, немного тавтология. Но, я думаю, вы поняли смысл. Облучили. Он стал намного сильнее. Что-то наподобие Халка. Конечно, меньше. Меньше, чем Халк. Но что-то наподобие. И придумали для него костюм. Вот что-то наподобие этого костюма. Который бы, не знаю, был бы удобен. Я не думаю, что голым он бы бегал. Но костюм, по-моему, что-то еще ему прибавлял. То есть, он не просто так на нем висел. Кстати, меня всегда заботило. Я, по-моему, это уже говорил. Как у Халка одежда держится на нем. Когда она должна разрываться, она все равно остается на него. Например, те же его фиолетовые шорты. Всеми любимые. И даже этот Алексей, он, если он и сильный, но он глупый. Опять же, образ тупого качка. Он глупый, очень глупый. Хотя, по-моему, даже как-то пытались ему его интеллект увеличить. Это очень плохо закончилось. И Носорок даже пытался поймать Халка. Это у него не очень-то и вышло. Потому что, ну, точнее, ему сказали поймать Брюса Беннера. Брюса Беннера поймать легко. Он обычный человек. Но когда Носорок пришел за Брюсом Беннером, и Брюс Беннер, знаете, немножко разозлился и превратился в зеленого монстра, то Носорок такой понял, эээ, ребят, извините, я не смогу этого сделать. И Халк его просто-напросто размазал по стенке. Вот такая вот не очень приятная история, наверное, для самого Носорога. И у нас остался еще один персонаж из Зловещей Шестерки. И, кстати, этот персонаж тоже появится в фильме в новом. По-любому. Так что смотрите. Это было на фотках. Доктор Осминог, ну, щупальцы Доктора Осминога были на фотках. Костюм Носорога был на фотках. Потом, кто еще у нас был? Фотка копья Крейвена была. Кто-кто-кто-кто-кто? Кто у нас еще был? Да, шлем Мистерия был. И еще крылья следующего персонажа тоже были. Одного. Единственное, окоп Гоблина не было. Ну, точнее, Гоблина не было. Но Гоблин был во втором фильме, и он остался жив. Его Человек-паук не убил. Поэтому он 100% появится. Последним на сегодня персонажем суперзлодеем из Зновейшей Шестерки стал Стервятник. И его фотографии, точнее, кадры его крыльев были в закрытой удаленной сцене Человека-паука. Если хотите, можете найти где-нибудь в интернете. И в этой игре он просто... Посмотрите, как он сделан. Если вы смотрели мультик 90-х, то вы сразу поймете, кто это такой. Это Стервятник. Эдриан Тумс. Посмотрите. Просто замечательно. Вот эта белая, да, его, не знаю, грива. Можно так назвать, если это грива? Ну, буду называть ее гривой. Извините, если я что-то не так сказал. Просто не особо я разбираюсь в птицах. О, полетел, полетел, полетел. Эх ты, наш Стервятник. Садись. Давай поговорим. Давайте я расскажу. Вообще, конечно, Стервятников было много. Не только Эдриан Тумс. Но я сейчас расскажу именно про него. Потому что я его помню и по мультику 90-х. И о нем больше всего знаю. И здесь, скорее всего, выполнен именно он. Потому что, вот посмотрите, он старенький. У него седые брови. А именно Эдриан Тумс был стариком. Эдриан Тумс, он раньше работал в компании, которая и изготовила, скажем, изобрела эти крылья. Он сам со своим напарником изобрел эти крылья. Очень крутые, с помощью которых он мог летать, как птица. Но потом его выперли из этой компании. Его же товарищ, его же напарник выпер. И Эдриан никак уже не смог вернуться. Но он смог потом забрать эти крылья. И решил стать злодеем. Потому что, как бы, он был обижен. Он был обижен, что его изобретения украли, можно сказать. Не дали к нему доступ, да. Дальше разрабатывать нельзя было. Он их украл и решил стать суперзлодеем, пиратом. Таким воздушным, да. И сначала он не думал вообще о никаких человеках-пауках и о чем-то подобном. Он просто воровал. Но однажды, когда Дэйли Бьюгл, я думаю, вы знаете эту газету. Где Джей... 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 Я забыл, как его зовут, черт. Джеймисон. В общем, будем называть его Джеймисон. Где работает еще Джеймисон. Очень классный, харизматичный персонаж. Ему, Питеру Паркеру, заказали фотографии Стервятника, нового суперзлодея, о котором город узнал. И когда Питер Паркер, естественно, пошел его фоткать, то решил помешать преступлениям, которые совершал Стервятник. Так они, в принципе, и познакомились. Стервятник тоже, кажется, был в первой Зловещей Шестерке, если я не ошибаюсь. Сначала он первый... Там очень-очень долгая история и с тетей Мэй. Он не то чтобы ее любил, но очень хорошо к ней относился. Даже извинялся пару раз перед ней за свои косяки. Вот. Очень много, очень много всего с ним связано. Он, если вы смотрели мультик 90-х, то вы знаете, что он и молодость... Ну, то есть он, не как это сказать, он жизненные силы воровал у людей. Да, я думаю, так будет правильно. Даже у Человека-паука воровал. Но в итоге он все равно остался стариком и, по-моему, даже умер. Он потом передал своему... Когда он в очередной раз сел в тюрьму, он рассказал о своих крыльях своему зак... Ну, напарнику по заключению. Рассказал о своих крыльях и передал ему, скажем так, эстафету. Эстафету быть Стервятником и уничтожить Человека-паука. Да, да, как это бы странно не звучало. Я думаю, что на этом все. Конечно же, еще очень много было персонажей в Зловещей Шестерке. И была не только Зловещая Шестерка, была и Зловещая Семерка, и Зловещая Дюжина, по-моему. В общем, там много всяких вариаций, но я выбрал именно эту. Почему? Потому что выйдет в 2016 году фильм, и я думаю, это будет актуально. Потому что сейчас... Ну, сейчас вновь возобновят, да, все будут говорить о этой Зловещей Шестерке. И всем будет интересно именно об этих персонажах. Поэтому я выбрал именно их. Ну, в Зловещей Шестерке был и Песочный Человек, был и Электр, и... Нет, Скорпиона там не было. Кто же там еще-то был? Кто-кто-кто-кто-кто? Ну, что-то еще. В общем, там было действительно много разных персонажей. Они менялись как-то. Кто-то уходил, кто-то приходил. Я бы показал и остальных, но решил все-таки сделать так. И, ребят, пишите в комментариях, каких бы вы персонажей хотели увидеть. И, пожалуйста, пишите не всех персонажей, а пишите определенного персонажа или команду. Вот мне написали команда Зловещая Шестерка. Я был с удовольствием... Я с удовольствием принял это задание, скажем так, и выполнил его. Надеюсь, что успешно. Пишите какие-то команды. Команды это очень круто. Я еще хочу о Мстителях вам рассказать, потому что такая возможность есть. В общем, если вы знаете крутые команды, то пишите в комментариях. И если есть какие-то очень интересные колоритные персонажи-одиночки, то о них тоже нужно написать. На этом все, ребята. Я Стэн Ли, и я с вами прощаюсь. Если вам понравилось видео Кьюбайта, то ставьте лайки. Если вы хотите, может быть, меня увидеть, может, вы хотите мои способности увидеть, то ставьте лайки, пишите это в комментариях обязательно. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующих сериях, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok